Мы, российские лидеры мнений, обращаемся к тебе, наш подписчик. В 2014 году, в результате вооруженного переворота, власть в Киеве была захвачена эмоционалистами, яро ненавидящими всю Русскую. Славившую Украину Русяку Порошенко, да, тот самый, что сказал на всю страну, что дети Донбасса будут сидеть в подвалах, пока украинские дети будут учиться. И именно так он выиграет войну, фактически объявил 12 миллионов русских, проживающих по территории Украины, вне закона. Им запрещали сохранять их целостность, вероисповедание, отмечать День Великой Победы. Им запрещали даже учиться и разговаривать на их родном русском языке, при этом сделав бандеровцев, а это националистическая, запрещенная в России организация, национальными героями. На Украине националистический 12-тысячный батальон АЗОВ является законной силовой инфраструктурой страны. Жители Крыма смогли избежать у себя повторения Одесской трагедии, в которой националисты заживо сожгли 45 людей, тем, что оперативно провели референдум и отделились от новой Украины. Жители Донбасса просили суверенитет, оставаясь в составе Украины. Они просили дать им возможность сохранить свой язык и культуру. Но у националистов были свои планы. Геноцид мирных русских, включая бомбежку с запрещенными ООН-бойприпасами, продолжался почти 8 лет. После этого России не оставалось ничего, кроме как защищать русских на Украине и нас, жителей Российской Федерации. Ведь их следующей целью были бы мы. Мы Россия. У нас нет националистических лозунгов, потому что мы многонациональное государство. В составе России более 190 национальностей и 300 этнических народностей и групп. Мы выживаемся мирно и дружно. У нас не наказывают за ношение Георгиевской ленточки или за совершение намаза. В России мы не запрещаем кому-то говорить на их родном языке, как это делали жителям Донбасса. У нас 37 государственных языков. Из них более 15 с официальным статусом. Не надо нас призывать погулять. Мы не боимся, мы не хотим. Нас пытаются сломить, разобщить, но мы, россияне, только сплотились. И будет айфонов? Плевать. Нас пугают, что весь мир будет против нас. Это ложь. С нами как минимум половина мира и две самые большие страны, как Китай и Индия. Против нас пособники и наследники фашистов, которые гордятся своими предками и их кровавыми преступлениями. Только сумасшедший или слепой может борца с национализмом назвать агрессором. Поймите, Россия не агрессор. Россия не фашист. Россия не начинает войны. Она их заканчивает. Товарищ, верь. Взойдет она. Пизда пленительного счастья. Это денег, блядь. У меня тупо нахуй нет денег. Вообще. Вообще нету. Я не могу купить себе телефон, блядь. Но мне не пизда. Я могу написать петицию по поводу моей жизни. Почему я такая неудачница? Почему у меня вечно все списывают деньги за какие-то подписки? Почему, блядь, запретили Липтон нахуй? Я что буду? Чем буду питаться, блядь? Не Липтона, не Доритес, не Макдональдса. Это пиздец. Еще на день рождения. Мне люди что подарят на день рождения? Туалетную бумагу? Или, может быть, лист А4? Потому что все будет стоить, сука, как почка, блядь. Честно, я просто вот в ахере. У меня нет других слов. То есть, желать смерти нашему президенту, президенту Беларуси, русским людям, русским войскам, это типа ок. Блокировать истории с каких-нибудь, я не знаю, зацензуренных котиков, сосков и прочей истории, это не ок. Где этот гребаный, толерантный мир нам и так желают смерти каждый божий день, скидывая нам кучу сообщений? Так мне это еще и поддержало, ну, еб твою мать, вот серьезно, у меня уже не выдерживает ничего. Позитивное мышление пошло в жопу.